Прежде чем приступить к упомянутой тематике, которую мы решили вам сегодня преподнести, хотелось бы хотя бы вкратце рассказать о двух-трех пунктах, которые нам понадобятся для объяснения той психологии наших отношений, будь то родители, дети, будь то мужчина, женщина или между друзьями, какие-то корпоративные отношения, в общем, человеческие отношения. Один из важнейших элементов – это свобода выбора, такой закон. Он настолько важен, что практически во всех наших эпизодах жизненных он присутствует. А почему? Потому что, что бы мы ни делали, какие бы намерения у нас ни появлялись, желания какие-то, мы всегда делаем выбор – поступать так или иначе. И вот эта свобода выбора, которая нам дарована от рождения, всю историю человечества, и предопределила как судьбу каждого человека, так и судьбу всего человечества в целом. Мы, как ячейки общества, душа каждая, ежедневно принимают эти выборы. И всю историю эти выборы приводят к определенным, вот как сейчас выяснилось, обстоятельствам, которые нам далеко не все нравятся. И искать виноватых в том, что чья-то судьба оказалась хуже, чем у соседа, хуже, чем у товарища, бесполезно. Потому что мы сами строим свою судьбу. И по фразе «что сеем, то и пожинаем» оно так было всегда и так и будет продолжаться всегда. Отсюда самая простая задача буквально для первоклассника. Чтобы не получать плохую судьбу, не делайте плохо, творите добро, и оно вернется к вам с торицей. Так же, как и зло возвращается, наши ошибки тоже возвращаются с торицей. Единственный вопрос – разобраться, что же есть добро и что есть зло. Потому что об этой теме, о судьбе и о возвратенном карме говорят очень много. И люди очень грамотно об этом говорят. Поэтому не было, скажем так, желания повторяться, если бы не было сказать что-то дополнительно. В своем опыте, который начался примерно около 30 лет назад, у меня было несколько эпизодов, которые показали мне, что то добро, которое я считаю добром, оказалось не так. То есть это не было добром. Но для этого надо было вступить в этот опыт. Вот однажды в Москву приехал мой знакомый, вот, который попросил меня помочь ему, скажем, дать ему какие-то связи начальные. Я его приютил на своей территории, вот, помог ему немножко материально, для того, чтобы он с голоду, скажем так, не пострадал от голода. И познакомил его с рядом своих знакомых. В результате в течение месяца полтора, вот, он навредил двум-трем людям. И счет предъявили мне. Мало того, в моей судьбе возникли напряжения, то есть пошли неприятности. И когда я анализировал ситуацию, я говорю, ну как же так? Так, если я взялся идти в сторону выполнения неких законов моральных, ведь человек должен помогать другому человеку всегда. Это один из основных христианских принципов. Вот, почему же моя судьба стала ухудшаться? Вот. Проанализировав, я понял, что этот человек, даже, может быть, и не имел, скажем, в судьбе, ни поддержки или каких-то других элементов помощи от людей, от того, кто наблюдает за нами свыше. И вот он тонул. И вдруг находится человек, в данном случае я, который поддержал его, подставил ладошку и поднял его на тот уровень, где он смог опять работать и получать какие-то дивиденды. И что произошло? Благодаря моей помощи он навредил другим людям. И что же тогда, помогая такому человеку, я становлюсь соучастником его проступков, а иногда и преступлений. Я это понял. Два-три раза таких случаев были, больше или меньше. Но я понял, что прежде чем помогать, надо видеть, кому ты помогаешь и насколько ты должен ему помочь и в какой форме. Помогать действительно надо, но я убедился, что такому человеку надо сначала разъяснить, что прежде чем ты хочешь получить хорошую судьбу, ты сначала сам исправься. И тогда помощь к тебе пойдет не только от меня или от каких-то других людей, но и пойдет и со стороны так называемой кармы. Ведь не только за злость человек наказывается, но и добро ему возвращается с Турицей, я уже повторяюсь. И вот возвращаясь к свободе выбора, можно сказать, что изначально человек, я имею в виду как собирательный образ человека на земле, подменил свободу выбора вместо духовной свободы выбора, он стал считать главным выбором это то, что планирует его мозг. Вот. Этим воспользовалась тьма. Естественно, захватив через мозг правление нашими поступками, управление нашими поступками, наша душа постепенно стала отходить на второй план. Вот. Поскольку контроля особого не было, в этом-то и, собственно, суть грехопадения, когда человек перестал контролировать себя с моральной точки зрения, меньше стал слушать язык Господа, если можно так выразиться, а беседовать с Ним можно, или, скажем так, эта линия поддерживается задним мозгом, это мозжечок. И в связи с тем, что мы им стали меньше пользоваться, его клеточная масса стала уменьшаться, а передний мозг, который является рассудочным мозгом, левое полушарие – это рассудок, правое – больше чувственность. Вот это, значит, передняя часть мозга стала нарастать. И с каждым новым поколением, а таких поколений были тысячи, тысячи, наверное, уже миллионы, в связи с этим мы потеряли окончательную связь, и только у достаточно небольшой группы населения еще сохраняются периодически, скажем так, спонтанно эти выходы. Вот. Ну и это постепенно уходит. А вот наши дети, которые рождаются у таких родителей, они также от рождения получают по эволюционному закону далеко не тот состав, не те соотношения мозга, которые были в норме когда-то очень давно. То есть передний мозг рождается, вместе с ребенком рождается и мозг, который не слышит Бога от самого рождения. И вот тут свобода выбора нам помогает в чем? Господь нам дает возможность, когда ребенок где-то в возрасте 14-15 лет приобретает, скажем так, эрос, у него проявляется, и вот этот момент желательно не упустить. И здесь, конечно, родители должны быть в этом отношении грамотны, потому что духовная любовь и духовная сила приходят на Землю только через объединение с эросом. Это излучение дает возможность прийти мощнейшей силе сюда, в тело, и он получает это. У ребенка, я помню даже у себя, когда мне были эти 13-14-15 лет, я помню, сижу в классе, в школе, учитель читает математику, там уроки какие-то, или еще какие-то предметы, а я куда-то улетаю, мне, я понимаю, надо послушать урок, но в то же время какая-то такая вселенская грусть вселяется, какая-то такая красота, которую я даже объяснить не мог себе. Это продолжалось, может быть, несколько месяцев, а потом постепенно стало уходить. Я думаю, что многие это испытали в этом возрасте. И важно не заглушить этот момент и объяснить ребенку, что этим надо пользоваться. Это не просто какие-то ребячие моменты. родители часто даже боятся, когда ребенок не творил глупостей, ни девочка, ни мальчик, вот когда зарождаются. Это не глупость. Это тот шанс сбросить с себя всю карму. Если ребенок пойдет в этом направлении и использует этот момент, развивая его, он пойдет в сторону красоты, в сторону благополучия в судьбе, потому что в этот момент можно сбросить карму. А ее, как правило, много за несколько жизней накапливается. К сожалению, в большинстве случаев этого не происходит. И карма за нами тащится и искупается в основном-то только через страдания. Вот иногда через те добрые дела, которые люди еще все-таки делают. Если взять аспект медицинский, каким образом отражаются наши ошибки и свобода выбора, в том числе и телесно. Мы вот нарисовали немножко тела на плакате. Я попробую немного рассказать об этом. Значит, как я сказал, есть передний и задний мозг. Задний мозг представлен продолговатым мозгом, мозжечок, воролиев мозг, эпифис есть, этот ствол, который уже уходит дальше в позвоночник. Правое и левое полушария, по-моему, гиппокамп, миндалина. Ну, особо не буду расписывать. Таламус, гипоталамус, доли гипофизной. Все, один, значит, это нервная система и второй гуморальным фактором, то есть эндокринная система. Вот. Легкие, бронхи. Сердце я отдельно нарисую. Четырехкамерное сердце. Та часть кровообращения, которая уходит в легкие, она заряжает кислородом сердца, кровь заряжает кислородом. И расходная часть, которая расходует кислород по всему телу. Там клапаны, метральные, трикоспидальные, полулунные и прочее. Дело не столь в этой анатомии, и в органах, сколько что повреждает эти наши органы, что приводит к болезням. Почки, мочеточники. Вот. Пока достаточно, чтобы не сильно нагружать картину. У нас есть, так называемые, плексусы, то есть шейное сплетение, грудное сплетение, солнечное сплетение, поясничное, крестцовое сплетение. В районе гипофиза тоже есть энергетический центр. Как в теле эти плексусы или сплетение, так же есть и их потусторонняя часть энергетическая. Индусы когда-то это назвали чакрой, хотя я это название не люблю, потому что, ну, как-то пахнет эзотерикой немножко. Я стараюсь в эту сторону не уходить. Так вот, что бьет нам по этому сплетению, по шейному? Гордыня, то есть тщеславие, уныние, обиды, претензии всевозможные. И немножко есть и перекличка и ниже, то есть гнев, он и может и сердечную чакру задевать, как вот ее называют, вот сердечное сплетение. Солнечное сплетение, больше страхи, всевозможные, больше материальные страхи. Не материальные, а, да, страхи. Что-то еще. Материализм сюда бьет, когда человек не верит, потому что это сплетение, в этом месте солнечное сплетение идет связь, излучение духовное идет сюда. Благодаря этому, мы, если мы верим, у нас отсюда начинает подниматься сила и связывает нас мозжечок, который начинает работать, если серьезно человек верит, вот такие люди, как на Руси такие были, многие фамилии вам известны, например, Сергий Радонежский, Саровский и многие другие, которые как раз таки через восстановление, через веру, восстановление связи, они постепенно, постепенно, уменьшая свою греховность, приводили себя к этой связи. И мозжечок начинает запускаться. И тогда вибрации определенные, как радиоинженер называет, меандр, входит в резонанс с этим верхним излучением. А почему он входит в резонанс? Потому что излучение внутреннее становится чище и постепенно приближается к вибрациям частоты, которые идут сверху. Потому что если так уж просто сказать, что представьте, что есть какие-то силовые линии, это жизнь, которая нам дарована от Бога, это свет или слово, которое когда-то Иисус созвучил, когда-то в начале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. Я, слово, сошедшее с небес, мы потом немножко о слове поговорим, здесь больше, скажем, страдания нашего тела, почему они происходят. Так вот, те эмоции, которые я назвал, вот, страх, сюда бьет жестокосердие, отсутствие мужественности, отсутствие женственности, сердце грубеет, вот, ну и многое другое, все я не буду поминать. Во вторую, второе, поясничное сплетение, неправильное отношение между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, неправильное отношение с подругами, с друзьями, ну так вот, между людьми, и сюда, кстати, бьет зависть, зависть не материальная, материальная зависть бьет в солнечное сплетение, а сюда бьет зависть к красоте подруги, или у мужчин это бывает, часто у женщин идет зависть с возрастом, к молодому поколению, к их свежести и так далее, вот, и вместо того, чтобы завидовать, можно сказать, женщины, а вы, ценность ваша далеко не ограничится телом, потому что, если женщина или мужчина в связи с возрастом приобретает духовную силу и духовную красоту, тело начинает светиться совершенно по-другому, и я вам могу сказать совершенно четко, и многие уже могут сказать, что красота внутренняя намного больше дает, чем красота внешняя, можно быть внешне красивым, а внутри вплоть до морального уродства, и тогда это отражается в глазах, это отражается в тембре, и такой человек, честно говоря, никому и не нужен, он и сам не способен любить, вот, и его никто любить не будет, могут среагировать на его внешность на короткое время, это чисто влечение, вот до страсти может дойти, но никакой любви там никогда не будет, и если человек никогда в жизни не любил на земле, он прожил просто пустую жизнь, он никакого свидания оставил, и сам ничего не получил от этой жизни, то есть каждое сплетение бьет какие-то наши ошибки или эмоции, крестовое сплетение, прежде всего духовная лень, она отвечает очень в большей степени за иммунитет, и отвечает за работу позвоночника, поэтому обратите внимание, у кого здоровые позвоночники, почти ни у кого, даже дети начинают страдать, вон 14, 15, 17 лет уже перекосы и так далее, потому что духовная лень, не способность, скажем, оценить себя как духовное существо, и все внимание приковано только красоте тела, как бы здесь подмазать, подкрасить, как бы себя улучшить, как бы вот это все, все отели, а то, что душа ампутирована, добровольно, причем никто на это внимание обращает, а вот если палец, ушиб, ой, какой шум, и гонг, пальчик бедный, и так далее, поэтому настолько человек замкнутый вот на свое телесное существо, что он перестал совершенно думать о том, что у нас есть верхний мир, и этот мир главный, если мы не будем озабочены и дальше своей духовной стороной жизни, то это все печально закончится, уже сейчас на земле назревают события, которые вы сами видите, о них даже говорить не хочется, потому что все ведет к краху, вот, и природа начинает бунтовать все больше и больше, об этом колоссальная информация есть и в интернете, и по телевидению освещают, давайте вернемся к здоровью.